и всем привет дорогие друзья с вами инди и сегодня мы поиграем в довольно классную инди игру названием опас магнум мне эта игрушка очень нравилась она завязана на программирование и химии и чем-то напоминает одну старенькую игру 11 года space чем если правильно помню называется при этом я как бы прохождение по ней не будет а скорее чисто я вам ее покажу я дошел уже до 3 главы тут было обучение прохождение 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 но читать диалоги я не буду во первых потому что их довольно много а во вторых я хочу вам самим позволить ее пройти тут довольно такой интересный сюжет и довольно запутанный на противостоянии нескольких домов не в плане именно зданий а в плане целых не знаю групп людей которые объединены одним домом так что сюжет я не буду вдаваться в подробности а покажу вам только сам геймплей давайте начнем с первого уровня ну такого самого пожалуй сложного в чем состоит смысл игры у нас есть специальные инструменты механизмы среди которых мы не различные манипуляторы различные направляющие их рельсы называю проще манипуляторы с выдвижной рукой и другие нам на задание дается реагенты и продукты то есть мы должны из реагентов получить продукты но не так все просто как кажется у нас есть различные глифы то есть глиф соединения если мы можем сюда один алхимический элемент и сюда другой алхимический элемент то между ними появляется связь в данном случае одинарная я не знаю появится здесь тройные восьмерные и так далее скорее всего нет хотя мне попадалась именно тройная связь между огненными элементами тут как бы элементы не реальные а более выдуманные а также есть различные эффекты свой печи сюда ложится ртуть а сюда ложится металл который улучшается до следующего по цепочке металлов вот так цепочка металлов то есть у нас есть какие элементы воздух огонь земля вода жизнь смерть соль соль это нейтральный элемент из него можно получить любой элемент или наоборот из любого элемента сделать соль далее у нас есть график улучшения металлов от свинца до золота то есть свинец олово железо медь серебро и само золото улучшается металл с помощью ртути на вот этом станке как работает эта игра мы ставим манипуляторы в данном случае у меня динарный потому что я не умею пользоваться двойными тройными и вообще пятерными это довольно сложно как по мне а и создаем цепочку как я называю программирование по сути это цепочка команд ну чем является программирование но довольно упрощенно потому что у нас есть всего сколько девять команд я стоп не 9 10 команда ну плюс-минус там две-три команды я не знаю что может команда что-то что не читать пожалуй даже наверно даже 12 команд в чем суть команд вот эта команда на поворачивает блок именно в клешне манипулятора вот эта команда команды вращения вращается манипулятор я сам продемонстрирую самый первый уровень при этом прохождение будет ваше отличаться от моего очень сильно поэтому я не стал показывать вам всем весь сюжет я вам только примеры приблизительно сказал что да как а игру можете пройти сами потому что она довольно клёвая можете даже купить она стоит вроде 200 рублей если правильно помню со скидкой но не знаю как по мне на того стоит были бы у меня деньги я бы купил ну ли я виду лишние далее в чем у нас геймплей мы ставим различные команды их довольно много и из них довольно сложно создать что-то достаточно годное вот я сделал первый уровень включаем и у нас начинается выполнение команд последовательно это пожалуй довольно скучный уровень здесь просто происходит улучшение по моему меди до золота с помощью ртути довольно скучный процесс так что дать его пропустим прежде чем тоже закончится сам по себе причем здесь все процесс они имеют полную цикличность очень очень нравится записывать все прохождения в гифку то есть можно потом ее посмотреть будет в интернете можете убить в ютуб просто в яндексе опус магнум гиф и зайти в картинки там будет достаточно много прикольных изобретений других игроков при этом различные уровни проходят совершенно по-разному вы можете на одном уровне построить огромный просто цех по тому как просто из одной точки переходит один элемент в другую точку а можете сделать малюсенький цех на котором производится не знаю веревка или разделение молекул на атомы я не знаю что вы можете придумать я остановился уже на третьей главе довольно сложно на самом деле вот я вам покажу давайте приблить пример на второй главе какая сложность средства для волос то есть сюжет небольшой слева но он не совсем я бы сказал сюжет является это скорее просто описание миссии и тут довольно неплохой юбор кстати я даже не понял как что это такое но нам нужно сделать из что-то элемент земля из земли нам нужно сделать средство для волос то есть это четыре атома земли выстроены вот в такую цепочку чтобы сделать такую цепочку нам нужно как раз таки глифтсвязи включаем и как видите у меня достаточно интересное производство я довольно долго думал над каждым уровнем примерно по полчаса на уровень при этом если вы будете проходить этот уровень вас будет совершенно все отличаться так что даже нет смысла смотреть на трети прохождения потому что вы не сможете просто записать цепочку команд она довольно большая вы видите вообще вот для таких изобретательных людей которые любят что-то конструировать в играх эта игра очень сильно подойдет так вот он не по моему достаточно большие трудности вызвать эту вот это задание если правильно помню да 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 здесь нам нужно было из соль для соль для оранжевого сигнала то есть чтобы был дам по сюжету вы узнаете а сделать зеленый сигнал и для этого нам нужно было вытащить разделить полностью молекулу оранжевого сигнала на атомы 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 с вода или соль забыл уже соль на атомы соли и это по моему по центру у нас находится железо и вместо железа запихнуть туда медь а чтобы запихнуть до медь нам нужно что-то принять уже забыл железо объединить на глиф на глиф улучшения соединить ее с ртутью и получим тогда медь и потом собрать заново полностью всю молекулу по атомам и запихнуть в центр уже медь я над этим уровнем очень долго думал вот можете просто посмотреть эту цепочку команд я путем проб и ошибок достиг максимум что я смог это не лучший результат который я мог достичь но все что смог скажем так я почти уверен что кто-то другой мог пройти эту же миссию гораздо быстрым и легким способом но это не я на давайте вам быстренько покажу а потом перейдем уже к новым миссиям которые еще даже не видел как видите я разделяю как раз таки молекулу оранжевого сигнала вытаскиваю железо и сделал из него и заново собрал молекулу при этом цикл он постоянно повторяется по заданию надо всего 6 раз цикл повторить но можно все зациклить ее до бесконечности по сути можно вообще на рабочий стол поставить гиф-анимацию вместо заставки довольно прикольно на самом деле залипательный процесс ну правда для тех кто смотрит а не тех кто делает для тех кто делает это скорее нервотрепный и и и и и Вот, тут также после завершения миссии есть специальный график, на котором вы можете посмотреть, насколько вы гениальный алхимик. Чем левее полосочка выполнения вашей задачи, тем вы круче. В данном случае у меня по цене, то есть по количеству поставленных различных манипуляторов, у меня примерно среднее значение, где-то половина игроков с таким же количеством закончилась, а вот по количеству циклов, по количеству времени я очень сильно отстал от других игроков. Я не знаю, как ускорить этот процесс, но я не хочу возвращаться к этому уровню. И зона это количество пространства, которое занимает вся эта конструкция. Ну и, если честно, я не гонюсь за всеми этими графиками, я скорее играю для удовольствия. Ладно, давайте теперь перейдем к уровню, на котором я застрял. Ну, не застрял, я еще до него толком не дошел. Тут слева сюжет, довольно примитивный, там, типа, у нас закончилась веревка, сделай, пожалуйста, нам веревку. Как будто бы мы, знаете, фигней занимаемся здесь, а не алхимией. Смотрите, я вам покажу полностью весь процесс. Это будет довольно долго. Скорее всего, у меня долго будет ничего получаться, но давайте попробуем. Судя по всему, не так уж и сложно, как мне кажется. Довольно легкая, как по мне, молекула. Что нам нужно? Нам нужно, по сути, не так уж и много. Также здесь существует глиф отверждения, которое преобразует любые элементные атомы в соль, то есть в нейтральный атом. Тут, конечно, нереальные атомы и молекулы, хотя вот в Space Cream, я не помню, как она называется, который вышел в 2011 году, Хотя в той игре графика ужасная и нет русского языка, там именно реальные молекулы. То есть, у меня там было задание сделать спирт, что довольно сложно. Там немножко другая механика, но тоже интересно. Я сейчас ее на телефоне прохожу. Так. Ладно, давайте попробуем. Я все это заметил достаточно много времени. Надо подумать сначала. Нам нужен глиф соединения. Мы должны соединить соль. И огонь, да? Хм. Довольно интересно. Ладно, давайте здесь поставим. Я не хочу сильно гнаться за этими графиками, я уже говорил это. Поэтому мы сделаем что-нибудь прикольное, скорее, чем правильное. Так, давай сначала сделаем производство по... Производство соли. Так, все, у нас уже здесь появится атом соли. Я не знаю, вообще вы мышку видите или нет. Потому что у меня... Иногда она появляется, иногда нет в видео. Так. Что нам нужно с солью сделать? Нам нужно соль запихнуть сюда. Давайте ее лево-лево. Четыре. Так, вложим соль. Возвращаем в руку. Далее. Здесь положим вот это. Сюда. То слишком мало места, да? Да, маловато. Наверное, лучше сделать все-таки вот так. Как-нибудь. Вот так. И нам нужна рельса. Мне так кажется. Надо века подумать. Да, вот так. Так, ты возьмешь атом соли. Положил сюда. Потом. Нет, стоп. Не будем тратить время. Сначала возьмешь атом огня. Минус. Положил сюда. Потом развернешься. Раз, два. Возьмешь. Положил сюда. Посмотрим. О, стоп. Перевор. Через 8. Положил сюда. О, что еще тоже. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok